Всем привет, вы смотрите Огненное ТВ. Сегодня мы попытаемся обуздать энергию молнии и сделаем плазменный источник света. Хоть технология производства светодиодов идет вперед семимильными шагами, но на данный момент натриевые лампы высокого давления все еще являются одними из лидеров по светоотдаче на 1 ватт потребляемой энергии. У меня случайным образом нашлась вот такая вот лампочка на 250 ватт и ее светоотдача должна быть примерно 100 и более люмен на 1 ватт потребляемой электроэнергии. Кстати у солнца это значение чуть чуть ниже, всего лишь 93 люмена на 1 ватт. Даже не спрашивайте как это было посчитано. В комплекте с этой лампой идет куча всякого металлолома, который выдает напряжение от 4 до 5000 вольт. Раньше это оборудование было подключено к таймеру и чтоб он не залип во время включения, приходилось запускать все это с помощью вот этого магнитного пускателя. Так как этот источник света один из самых эффективных, то на него и будем ориентироваться. Есть у меня еще один интересный приборчик, который измеряет освещенность в люксах. Размещу его на расстоянии ровно 1 метр от моей лампочки. Внутри натриевой лампы зажигается электрическая дуга, раскаляющая пары натрия до очень яркого состояния. Разогревается она не сразу, но зато когда раскочегарится, то светит прям вообще ярко. Настолько ярко, что на фоне этой лампы потолочные светильники просто меркнут. Ну что ж, начнем делать самодельный плазменный источник света. Для этого мне потребуются электроды из вольфрама. Не ожидали, да? Это самый настоящий вольфрам, но с добавлением небольшого количества окиси лантана, который облегчает зажигание дуги. Электроды я закрепил с помощью вот таких крепежей. Пришлось исхитриться, потому что вольфрам не гнется, только ломается. Чтоб сравнить светоэффективность, я подключил электроды к тому же источнику питания, который питал натриевую лампу. Но несмотря на 5000 вольт, дугу зажечь не получилось. Ну ладно, ничего страшного, буду использовать трансформатор из микроволновки. Крепление электродов тоже изменил для большего удобства. Вольфрам имеет большое сопротивление, и дуга может застревать на медных держателях. Но если зажечь дугу чуть выше, то все работает как положено. С большим трудом, но получается. Электрическая дуга разогревает воздух, превращая его в раскаленную плазму, которая хорошо проводит ток, но так как она очень горячая, то ее уносит вверх, и контакт разрывается. Чтобы этого не происходило, нужно как-то удержать плазму. Я буду использовать лабораторный стакан. Лабораторное стекло имеет более высокую температуру плавления, чем у обычного стекла, и еще оно хорошо справляется с резкими перепадами температуры. Из проволоки изготовлю держатели для стакана. Получилась почти лампочка, только спирали не хватает. Проверочный запуск. Коси. Вот это яркость. Коси. Ах, блин. Получилось просто офигенно ярко. Пришлось убавить яркость на камере, чтобы она хоть что-то смогла увидеть без засвечивания. Коси. Но даже при таких настройках, яркость лампочки получилась очень большая. Пришло время замерить освещенность. Также размещаю люксометр на расстоянии в 1 метр от центра источника света, и включаю запоминание максимального значения. Получилось 2600 с лишним люкс. Почти как у натриевой лампы. Во второй раз получилось уже 2300 люкс. Во время работы лампы из-за высокой температуры начинает выгорать вольфрам. Это можно заметить по белому дыму, идущему из-под стакана. Этот дым состоит из окиси вольфрама, которое благополучно оседает на стенках стакана и снижает его светопропускную способность. Поэтому во второй раз значения на люксометре были ниже, чем в первый раз. А сами электроды приобрели вот такой вид. Чтоб получше разглядеть дугу внутри стакана, пришлось вырвать очко из защитных очков и прилепить его к камере. С помощью синей изоленты. Конечно же. Вот так это выглядит глазами газосварщика. А сейчас возьмем стаканчик побольше. Вот это вот душище. С этим стаканом получилось увеличить освещение еще сильнее. Она была прям такая большая. О, 3200, 3200, вот это нормальный результат, 3264. Это уже можно сравнить с натриевой лампой. Возьмем стакан еще большего размера. Но в этот раз включим в цепь мультиметр, чтобы видеть, какой ток течет в первичной обмотке трансформатора. Стакан оказался слишком большим и дуга разрывалась. Но даже этих замеров хватило, чтобы увидеть, как зашкаливает мультиметр. Это значит, что ток в цепи более 10 ампер и плазменная лампа жрет неприлично много электричества. Ее потребление не идет ни в какое сравнение со светодиодами. И, кстати, после этих замеров в мультиметре перегорел предохранитель. Трансформатору тоже не очень понравились эти эксперименты и пришлось ставить на него стакан с холодной водой, а то он уже паленым начал попахивать. Эффективный источник света не получился, зато удерживать плазму некоторое время получилось очень даже неплохо. Ну и напоследок длинная лестница Якова из самых длинных проводников, которые были поблизости. Теоретически, таким образом дугу можно поднимать бесконечно долго. Ну, если есть вокруг хоть какие-то газы, а не вакуум, естественно. Вы смотрели Огненное ТВ? Рекомендую вам переходить на светодиодное освещение. У него куча плюсов, и оно гораздо безопаснее, чем моя лампочка. Это точно. До новых встреч, пока! О, все прошло. О! О, красота!